Намного Селби не впервой уступать на English Open Вот так в целом, конечно по турниру Нил шел полегче, поувереннее Но и соперники у Нила были Мне кажется, что в сумме все-таки попроще Кто был в соперниках у Робертсона? Самым высоким посевом был Барри Хокинс А остальные были вне топ-32 Марк Дэвис, Лю Хаутянь, Марк Джойс И в четвертьфинале Робби Уильямс А у Селби Юэ Лунун в топ-32 Веньбу 33-й пассив рядышком В Афае 33-й Ну, правда, первые два раунда Да, там два молодых китайца И то с одним из них Селби дошел только до решающего фрейма Все-таки Селби дошел, люди Поскорее хочется подключить дорогие цветные в свою комбинацию Нилу Робертсону, но пока приходится довольствоваться только синим. Это уже Нил просматривает не этот выход, а следующий. Сейчас же Нил задумал выйти на левый красный, а вот подходы к черному, к красному, точнее, рядом с черным, уже высматривает Робертсон. И Селби, и Робертсон, это своего рода архитекторы снукерные. И они способны рассматривать не только в ближайшей перспективе, что сыграть, они рассматривают позицию гораздо глубже. Если что, и играется, то, похоже, в нижней двоечке правый шар, и то слева направо. Именно поэтому Робертсон шел на подбой, чтобы получить больше вариантов для продолжения атаки. Но из-за плохого выхода на синий пришлось задействовать дальний борт, а это всегда может привести к бомбарке. В итоге подбой не получился вовсе. 15 очков, преимущество небольшое, но надо сказать, что и позиция не располагала здесь к полусотенной серии. Кажется, безопасная атака. В случае промаха, если что, отдаст, то этот же самый красный шар. А ведь, похоже, отдаст. Перекатился все-таки красный центр стола. Теперь тот же самый удар есть у Нила. В матчах снукерных бизонов дальние удары могут стать решающим фактором победы. Удельная серийность, как я сказал, выше у Нила по турниру. Даже по сотням, семь сотен на турнире у Нила Робертсона, у Сэлби одна. Но снукер эта игра не на сотне, как мы знаем. Можно играть желтый шар с выходом на право-красный. Последний, кому удавалось выиграть два первых рейтинговых турнира сезона, это был Стивен Хэндри. И у Сэлби есть отличная возможность повторить успех семикратного чемпиона мира. Для этого нужно обыграть и Робертсона, и своего соперника по финалу. Я не сказал, что в другом полуфинале играют Джад Трамп и Джон Хиггинс. Мы рим сегодня в 9 часов вечера по московскому времени. Невынужденная ошибка от Марка Сэлби и Нила Робертсона возвращается к столу. Но, может быть, пока расчистите нижнюю половину от одиночных красных. А вот синего удобно будет подбивать. Довольно большая мишень для подбоя. Подбой не сейчас. Но в перспективе без него не обойтись. Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Интерха Осен в какой то прием génial Добавил DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Так, но это вообще атака, да? Видимо, в правый угл Добавил DimaTorzok Много ошибся, Сэлби, много Нет Кажется, что не было должной уверенности в этом ударе. Как-то не по-селбиевски сыграл. Ведь прекрасно понимал Марк, что этим ударом он раскрывает позицию. Забей этот шар. Сейчас селби принялся бы догонять, потому что, посмотрите, все красные на игре. Вернуть черные на свою отметку не проблема. А вот этого не учел Нил Робертсон. Он шар забил, здесь нельзя было играть точно в центр луза. Нужна была микроперерезка. Как-то не ожидал Робертсон, что упадет биток. Этот шар сelly. Принём. Процесс. Принёс. В шнукере очень важно все время быть в собранном состоянии, не только когда ты устала, но даже когда ты в кресле сидишь. Селби в интервью сказал, что он не позволяет себе расслабляться, сидя в кресле, все, дескать, раз я не устала, то я из игры выпадаю. А вот, посмотрите, 34 секунды тратят на удар. Марк, 26, Нил. Но надо сказать, что позиции сложные достаются. Одному и другому он, Селби, долго размышлял, собирался с мыслями перед своим ударом. Так вот, к разговору о тонусе, концентрации. Нельзя полностью расслабляться, когда ты возвращаешься в свое кресло, потому что ты не знаешь, через сколько минут или секунд ты появишься у стола. Разве мог кто-нибудь ожидать, что Нила Робертсон уронит биток? Поэтому представьте, что если бы Селби сел в кресло, ну все, здесь Робертсон минут пять побудет, я пока схожу, водички попью. А вот ошибается соперник, и нужно в максимально сжатые сроки привести себя в боевое состояние. Так что игрокам приходится держать внимание, не только находясь у стола, но и вне. Случайно получился снукер за это, мы слышали, извинился Нил Робертсон. Так что еще одна задачка для Марка Селби, как же в открытой позиции распорядиться битком. Мне кажется, что был лучший вариант в нижний красный, с левой стороны привести биток. Это... это мимо. Много. Ну как много. Достаточно для того, чтобы Робертсон сейчас пошел в атаку, в правую и в среднюю. Вообще. Увидимся. Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Но беток бы не уронить только. И просмотрел Селби, чтобы красный в розовый не попал, но все-таки ошибся. Еще и не повезло. После того, как уронил розовый шар, обрек себя на поиск снукера, Марк Селби да не одного, а двух. Мы знаем, что может спасти игрока от стоящего в счете и один снукер. Свободный шар, большой штраф, разные варианты есть. И все-таки второй фрейм выигрывает Нил Робертсон, который был ближе к победе. Но в этой нервной концовке все-таки верх взял австралиец. Здесь мы очень трудимся для того, чтобы гостей были как всегда. Время для того, чтобы не забыть, забыть все. И смотреть на то, что ты не можешь потерять. И потерять что-то, чтобы получить возможность вернуться. Открой увлекательный мир спорта и ставок с Бэтбум. И получи бонус до тысячи рублей при регистрации. Бэтбум. Открой игру. Лучшее букмекерское мобильное приложение 2020. Я выбираю цвет. Эстель. В салонах красоты. Тут кофе по купону 2.1 от 29. Мешает в отыгрыше левый и красный. С его положением нужно считаться. Именно поэтому добавляет боковой винт. В данном случае это был левый боковой винт. Для того, чтобы отскочив от нижнего борта, биток прошел мимо красного. В натуральном ударе попал бы в красный. Идет на риск. Мог бы упасть биток. Тогда было бы еще хуже. А так у Робертсона нет ничего. Отыгрываться. В дальних ударах 0 из 5. 0 из 5. У Марка Селби. Надо сказать, что у Робертсона дела лучше, но ненамного. Я статистики не вижу. Просто по ощущениям. Робертсона. 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 Отражаем. Робертсона. Продолжение следует... 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok На турнире сейчас 55 сотенных брейков Выше трехзначная серия у Нила Робертсона 140 очков Субтитры делал DimaTorzok 84 85 Очень вовремя выигрывает фрейм одним подходом Марк Селби 0-3 на старте с Робертсоном это еще не поражение Но, конечно, вытащить этот полуфинал было бы куда сложнее, чем у Хусейна Вофаей Гляньте на Веньбу 99 Есть сотенная серия от Марка Селби 636 в карьере 6 в сезоне На турнире Тут вопрос 56 или 57 в нашей документации Евроспортовской 56 сотен Было На сайте Уордсона Кертура 55 Но я сейчас постараюсь выяснить, где же затерявшаяся сотенка А счет 2-1 становится в пользу Нила Робертсона Субтитры делал DimaTorzok Есть новости, которые меняют нас А есть те, что меняют весь мир Мы считаем, что за сводкой новостей всегда стоит что-то большее Измените угол зрения Смените тему дискуссий Измените свой взгляд на мир С Евроньюз Ты не ты, когда голоден Держи Шевели тарелкой Не поддавайся голоду Зацени возвращение легендарного вкуса Снегерс Белый Снова в продаже Персил Капс Заботясь о малышах Или играя с детьми дома Мы сталкиваемся с множеством пятен Положитесь на Персил Капс Самый легкий способ справиться даже с самыми сложными пятнами Для гигиенической чистоты белья Попробуйте Персил Капс Храните в недоступном для детей месте Вместе с Кока-Кола вкуснее Вкуснее с первой ложки до самого последнего кусочка Вкуснее пробовать новое И готовить любимое блюдо Вместе вкуснее, как никогда раньше Кока-Кола Завтра Старт горнолыжного сезона В Зельдене будет по-настоящему жарко Гигантский слалом Мужчины Кубок мира по горным лыжам В прямом эфире на Евроспорт И в приложении Евроспорт Возвращаемся в полуфинал турнира English Open Марк Селби уступает 1-2 Только что сделал сотенную серию Я в перерыве посмотрел Да, все-таки наша внутренняя документация Оказалась точнее Нежели на сайте World Sunker Tour Был не учтен один брейк Трехозначный, который сделал Джад Трамп В матче с Кайроном Уилсоном Мы просто не успели, наверное, внести еще В общую статистику Так что 57 теперь Сотен на турнире English Open Марк Селби Что называется, распечатал в этом Но рано или поздно Это должно было произойти После четвертого фрейма Будет перерыв Так что хотелось бы Нилу Уйти на этот 15-минутный Перерыв с комфортным преимуществом Ранатом Се́динька Так что хотелось бы Се́диньку В этом числе Под вопросом, идет ли биток к опасному красному. На всякий случай Нил посмотрел, идет ли черный слева направо. Если ответы на оба вопроса утвердительны, значит последует атака с выходом на черный. Небольшой боковой винт, но достаточный для того, чтобы в итоге перерезал шар Нил Робертсон. Теперь Селби посмотрит, идет ли черный слева направо. Рассчитать боковой винт на дистанции, чтобы преодолел биток, должна быть ювелирная работа. Прицельный шар Витт находился не в створе лузы. Перекатился биток на дальнюю половину, было бы здорово сейчас выйти на нижний шар. И по-моему, все для этого есть. У Марка уголок достаточный для перевода битка к левому борту. Продолжение следует... 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 22 23 хорошо провел биток нет замечательно провел этот подбой марк селби провел биток вывел на свободное пространство безусловно сотенная серия оформленная в прошлой партии существенно придала сил и уверенности уверенности марк селби сил это сил то море что в одном что другом оба привыкли играть матчи долгого формата привыкли играть длительные турниры раскладывать силы на весь турнир одни из лучших именно матчевые игроки один из лучших матчевых игроков результативность невысокая у марка селби 87 процентов как невысокая мы ожидали увидите что 99 это в прошлом фрейме здорово серию правил марка до этого первых двух фреймах были ошибки не справляет делом селби справляется статистика результативности благодаря хорошим подходом хорошим брейком но что важнее можно говорить о том что оба вошли в матч и мне кажется ошибок будет все меньше с обеих сторон абсолютно не клеились дальние удары не у селби не у робертсон у селби вообще по моему 0 из 5 был в какой-то момент я не помню наносил ли он после этого удары издали меньше ошибок невынужденных я поправлюсь в тех ситуациях в которых игрок принимает трудные решения атаковать или нет все таки там удары куда сложнее значит что где-то мы ожидаем что концентрации может не хватить а на простых ударах здесь мне кажется не должно быть шероховатостей шероховатостей в тихо брака вторая полусотенная серия в матче и вновь ее автор марк энтони селби защит дань ты вместо Продолжение следует... Продолжение следует... Правую среднюю лузу... Брейк полусотенный, но не победный... На столе вы видите, что в розыгрыше 75 очков еще... Но вступительного удара нет... Робертсон понимает, что ему для победы нужны все шары... Значит, нужно выводить на игру плохие красные... Марк посмотрел на табло, что ему нужно... Нужен ли просто красный, либо... Красный цветной... Нужны два красных для победы... Первый успешный удар... Издали... Один из шести теперь... Один из шести... Один из шести... Один из шести... Один из шести... И все-таки ничья... По итогу четырех фреймов... Где-то мы закладывались на такой результат... До матча... Я напомню, что я вообще в начале репортажа высказал предположение, что будет сыграно минимум 10 фреймов, а то и все 11... Но при счете 2-0 в пользу Робертсон оказалось, что... Быстрее в матч вошел Нил... Меньше ошибается Нил... Да нет, нет... Выправил положение Марк Селби... Уступал он по ходу матчей с... Я уже перечислял с предыдущими соперниками... И с Чаном Бенью, и с Веньбу, и с Хусейном Вафаей... С Юйлоном была ничья... 2-2 после четырех фреймов... Но умел добавлять по ходу матча... Марк... Посмотрим, как изменится... Картина после перерыва... Может сделать 2 полусотенные серии... В этом фрейме Марк Селби... 46... 73 очка сравнивает счет в матче... 2-2 во встрече до шести побед... 73 очка сравнивает счет в матче... 2-2 во встрече до шести побед... Подписывайтесь на канал... Субтитры сделал DimaTorzok... Освобенноighty казалось депутат Чтобы защищать… И потом почувствวก с 에их... Подписывайтесь на канал... Вот так funny... Это все прямо сейчас. 汇 Uлу, Jesús... Вы говорят... Субтитры сделал DimaTorzok... Продолжение следует... Продолжение следует...